В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Наталья Кратович. Здравствуйте! Коротко о главных событиях прошедших дней. Необходимо готовить качественные ответы, разъяснять жителям, в какие сроки, и эти сроки исполнять. Министр жилищной политики Подмосковья посетила Люберцы. Очень дорогой подарок. Педагоги принимают поздравления. В России отмечают День учителя. Работа школы и детских садов после 5 октября. Ситуацию разъяснила министр образования Подмосковья. Это же вещь. Это душа. Душевно закрыли мотосезон 2020 года. Сотни байкеров съехались в Малаховку. Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова посетила Люберцы. Рабочий визит состоялся по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Совместно с сотрудниками администрации городского округа она рассмотрела жалобы и обращения, поступающие в ЦУР. Подробности в сюжете моих коллег. Знакомство Инны Федотовой с Люберцами началось в муниципальном ЦУРе. Проблемы городского округа представлены здесь как на ладони. С помощью новой системы можно не только узнать, на что жалуются люди, но и дать оценку работе органов местной власти. У меня каждый сотрудник определен и закреплен за определенной категорией. То есть я в ворах, у меня есть человек. Мусор, у меня есть человек. Контейнер на площадку, у меня есть человек. Отправляют по отработке это специалисту и специалист закрывает жалобу в ЦУР. Однако бывают случаи, когда жители обращаются повторно и жалоба не закрывается. Чтобы понять причину таких ситуаций, участники встречи детально рассмотрели некоторые сообщения. Сначала проследили историю переписок, а потом выехали на места. Проблемные точки, которые посетила делегация, коснулись благоустройства территории и состояния дорог. Во время объезда я обратила внимание, что работы, которые заявляли жители, они действительно исполнены. Необходимо готовить качественные ответы, разъяснять жителям, в какие сроки и эти сроки исполнять. Есть что проанализировать, сделать выводы определенные. Я думаю, что это поможет нам в дальнейшей работе. Подобная инспекция проходит в Люберцах не впервые. Ежемесячные визиты министра в городские округа и знакомства с проблемами жителей – поручение губернатора Московской области. Правила работать на местах глава региона вёл в начале лета. Главная цель – устранить красные зоны в каждом муниципалитете. Новая неделя началась с оперативного совещания в администрации. Об итогах проделанной работы доложили руководители силовых структур, а также органов местного самоуправления. Как прошла очередная неделя в округе, расскажет наш корреспондент. За отчётный период в Люберецкую полицию поступило полторы тысячи обращений. По 27 стражей порядка возбудили уголовные дела. И только четыре из них пока остаются нераскрытыми. Также было 185 ДТП из них с одним пострадавшим. Личный состав занимался по распорядку текущей недели. Никаких резонансных преступлений, ничего не произошло. 50 выездов по сигналу тревоги, ликвидация трёх пожаров. Так прошла неделя у Люберецких спасателей. 23 сентября им пришлось бороться с огнём, который вспыхнул в гаражном боксе. В результате происшествия пострадал лишь автомобиль. Остальные случаи также обошлись без жертв. Один пожар произошёл на территории городского округа Держинский по адресу Держинское шоссе, дом 1, автомотосервис. И один раз оказывали помощь коллегам с Раменского гарнизона. В Люберцах продолжается реализация губернаторской программы «Мой подъезд». На сегодняшний день работа завершена в 62 домах. Кроме косметического ремонта, некоторые входные группы делают комфортными для людей с ограниченными возможностями. А чтобы защитить жителей от коронавирусной инфекции, места общего пользования обрабатывают специальным раствором. Ведётся мониторинг, анализ поступивших обращений в соцсетях по вопросу уборки, места общего пользования и дезинфекции. Такая же работа проводится на детских игровых и спортивных площадках. Дезинфекция объектов проводится каждый день. В то же время в городском округе продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий. Луизия Егезарян, Сергей Гвоздев, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошло первое после дополнительных выборов заседание Совета депутатов округа. Совещание прошло в режиме видеоконференции. Депутаты утвердили список второй-трети состава Общественной палаты округа четвёртого созыва. За 15 кандидатур проголосовали единогласно. Остальных членов утвердит Общественная палата Московской области. Также народные избранники обсудили поправки в решении Совета депутатов о бюджете на 2020 год. Корректировки вызваны изменением параметров государственных программ. Доходная часть бюджета увеличивается на 50 миллионов. Расходы по данному проекту предлагаются увеличить на 68 миллионов 278 тысяч рублей. Данный дефицит абсолютно в этом году управляем. Мы с ним справимся. В следующем году будет другая история. Будем рассматривать параметры следующего года. Завершается обновление парка «Малаховское озеро». Вместе с представителями рабочей группы ход работ проверил замминистра по экологии и природопользованию Подмосковья Павел Бида. Мы отдалённый участок от города. И та красота, которую для нас сделал губернатор и наш глава, мы очень счастливы. И на самом деле мы довольны. И светло, и безопасность. Для созерцания местных красот, отдыха и прогулок – новые удобные лавочки, дорожки и освещение. Для детского досуга – современные игровые площадки. Помимо работ в самом парке, завершается преображение входной группы и благоустройство территории возле новой дамбы. Ту работу, которую мы сделали по восстановлению гидротехнических сооружений совместно с администрацией городского города Люберца, я оцениваю на твёрдую пятёрку. Один из главных пунктов реконструкции парка – очистка Малаховского озера в процессе благоустройства. Некоторые проектные решения изменились, их пришлось дополнительно согласовывать. Поэтому от 140 тысяч кубометров ила водоем избавят только в следующем году. Финансирование работы уже подтверждено. Заказчик – Министерство экологии и природопользования Московской области. Я думаю, что перед жителем я должен извиниться и попросить потерпеть ещё один год, когда мы уже сможем в первозданном виде радоваться красотой Малаховского озера. Перед очисткой водоема предстоит решить проблему незаконных стоков. Содействовать этому будет новая рабочая группа. Жители обратили внимание замминистра на то, что помощи одних лишь малаховцев недостаточно. Жители обратились с просьбой к Министерству экологии провести коммуникативную работу с нашими соседями, Раменским городским округом, для выстраивания взаимоотношений, дабы, когда озеро будет очищено, чтобы перед этим провести упреждающую работу по выявлению лиц, которые загрязняют наше озеро. Выявить несанкционированные стоки поможет низкая температура воды. С помощью тепловизора анализировать водоем начнут 1 ноября. А благоустройство парка и входной группы закончится в середине октября. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Улучшать места отдыха люберчан стало проще и эффективнее. В округе начали свою работу территориальные общественные советы по паркам и благоустроенным территориям. Первое установочное совещание прошло в Малаховке. На повестке знакомство участников и выбор председателя совета. Им стал депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Дмитрий Локтионов. Это необходимо для того, чтобы иметь более плотную связь с общественностью и отслеживать все пожелания и чаяния общественности по содержанию, улучшению и благоустройству территорий парков на территории городского округа Люберцы, а непосредственно поселка Малаховка. Также обсудили внедрение специальных QR-кодов. Система призвана собирать обратную связь от посетителей парка. Улучшить работу мест отдыха, задать вопрос или сообщить о проблеме может каждый житель. Достаточно считать специальный код и загрузить его в телеграм-канал парка. По поручению главы городского округа Люберцы состоялась встреча жителей с представителями компании-застройщика ЖК Новокроскова. Главной темой собрания стало строительство общеобразовательной школы. За дискуссией наблюдала наша съемочная группа. На сегодняшний день в ЖК Новокросково введено в эксплуатацию пять корпусов. Последний, шестой, сдадут в следующем году. Кроме домов, на территории жилого комплекса появилась инфраструктура. Детская поликлиника, котельная, ВЗУ, а также детский сад на 350 мест. Чтобы завершить реализацию проекта, остается благоустроить набережную карьеры и построить школу на 700 мест. Жители неоднократно обращались за разъяснением ситуации в различные структуры, так как изначальную локацию для школы пришлось поменять. Первоначально планировалась частичная отсыпка Новокросковского карьера, вы все это знаете. И на этом месте должно было быть возведено общеобразовательное учреждение. Однако жители поселка выступили против. Застройщику пришлось пересмотреть место для строительства школы. В том, что новое общеобразовательное учреждение необходимо, сомнений нет. В поселке дефицит учебных мест. На сегодня, по сути, три учреждения общего образования. Это школа 55, 59 и гимназия 56. Все эти учреждения, но возрастные, и мощности уже исчерпаны много лет тому назад. Сегодня в этих школах превышает численность детей на 1200 человек. И в общей сложности в трех этих учреждениях обучаются 748 детей во второй смене. К поиску альтернативных мест для возведения новой школы подключились жители. Они направили в администрацию округа ряд предложений. Изучив каждое, эксперты пришли к выводу, что на этих участках строительство запрещено. Где-то мешают линии электропередач, а где-то соседствуют предприятия и санитарно-охранные зоны. На встрече с жителями детально рассмотрели все варианты. В администрации городского округа Люберцы было найдено единственное, наверное, возможное решение о переносе строительства школы через дорогу, рядом, собственно, с лесом. На территории, прилегающей к району поселка КЗС, также предполагается размещение общедоступных спортивных объектов и реакционной зоны, которыми смогут пользоваться все жители поселка. Такой вариант тоже вызвал у жителей поселка вопросы. Они коснулись компенсации деревьев, а также создания дорожной инфраструктуры для безопасного похода детей в школу. Если будет построена школа в лесу, то будет ли организован подземный переход? Потому что ходить через светофор нереально детям вообще. Мы будем прорабатывать варианты, проводить консультации с застройщиком, с дорожными службами и так далее. У нас нет такой задачи сделать хуже. Мы однозначно все движения по согласованию делаем для того, чтобы было лучше только для вас. По итогам встречи создана рабочая группа, куда вошли активные жители поселка Красково. Все дальнейшие действия по строительству школы будут проходить в согласовании с ними. Луиза Игазарян, Валерий Апсалямов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Как будут работать школы и детские сады Подмосковья в ближайшее время? После того, как столичных школьников отправили на двухнедельные каникулы, этим вопросом задались жители соседнего региона. Министр образования Московской области Ирина Коклюгина разъяснила ситуацию. Те, кто учится по модульной системе, плановые каникулы, которые длятся ровно одну неделю, начинаются с 5 октября. У другой половины школ, которые учатся по четвертям, плановые каникулы должны быть в начале ноября. В школах, которые учатся по четвертям, могут вести досрочные недельные каникулы. Все зависит от эпидемиологической ситуации в конкретном учебном заведении. Окончательное решение за директором. Дети в основном не болеют коронавирусом. Либо они болеют им бессимптомно, либо они болеют им в легкой форме. Здесь под угрозой находятся учителя. Каждый директор знает, сколько человек в коллективе, в педагогическом, у него болеет. И, исходя из этого, он принимает решение. В случае, если школа принимает решение переходить на досрочные каникулы, все родители будут уведомлены, соответственно, директором школы и классными руководителями. Детские сады, а также учреждения дополнительного образования продолжат работу в штатном режиме. Эти объекты закрывать из-за пандемии не будут. Единственное условие – соблюдать все меры безопасности. У студентов колледжей и вузов каникулы начнутся, как всегда, в январе-феврале. Министр образования заверила – на дистанционное обучение переводить никого не будут. Луиза Игязырян, телеканал ЛРТ. Связь истории, традиций и поколений. Вот уже второе столетие в округе работает Жилинская средняя школа. Уникальное учебное заведение посетила наша съемочная группа. Когда я только пришел в первый класс, мы с одноклассниками сажали все деревья. Это было три года назад. И мое дерево было вот такое. Ученики Жилинской сельской школы сажают деревья не только в свой первый учебный день. Традицию озеленяет школьный двор. Поддерживают и в День Победы, и на последнем звонке. В школе камерная атмосфера. Здесь все друг друга знают. Бывшие выпускники спустя несколько лет приводят сюда своих детей. Здесь мы… Это не просто школа, не просто коллектив, дети. Здесь огромная семья. Здесь учился мой папа, мой дядя. Здесь учили все мои братья и сестры. Сама я и учителя, которые учили моего папу, до сих пор здесь работают. Они учили меня. Теперь они являются моими коллегами. Моя бабушка и дедушка, они тоже здесь работают. Школа ведет свое летоисчисление с 1872 года. В то время церковно-приходская школа располагалась рядом с храмом Успения Пресвятой Богородицы. Единственного места для обучения сельских детей грамоте не хватало. К тому же дети могли получить только три класса образования. В 1911 году напротив храма на крестьянские деньги построили новое здание школы. Конечно, когда ее строили в позапрошлом веке, не думали, наверное, что она будет до сих пор работать и до сих пор она будет востребована. Но современность сложилась таким образом, что школа нужна. В школе обучается достаточно большое количество детей. Жилинская средняя школа – экспериментальная площадка Малаховской академии физической культуры. Здесь опробируют программы для сельских школ, не имеющих спортивного зала. У нас и футбольные поля с искусственным покрытием, и изобилие всевозможных тренажеров, детских игровых комплексов. Зимой у нас заливается каток, но ведь родители ведут сюда детей не только отдыхать и развлекаться, им же нужны хорошие знания. И у нас, конечно, собран очень хороший педагогический коллектив. У нас работают и заслуженные учителя, и молодые специалисты. О прочной связи с историей Родины говорит и этот монумент. Два раза в год, в день начала Великой Отечественной войны и в день Великой Победы проводятся молебны. Всех жителей Жилина, безвозвратно ушедших на войну, помнят поименно. Это медальон немецкий. Тут все зашифровано, то есть так просто его не прочитать. По цифрам можно узнать, кто это был, как его звали. Их вешали на шею. Для Егора Мартова уроки истории проходят не только в стенах родной школы. В раскопках на местах боевых действий он участвует вместе с отцом. Егор принес некоторые артефакты и в школу. Постепенно в школьном коридоре образовался военно-исторический музей. Тут находятся наши с отцом раскопки немецкой и нашей СССРской гвардии. Тут представлены экспонаты немецкой и наши. Можно посмотреть, что пост по бокам немецкая, а посередине все наше. То есть винтовка Мосина, лопатки, противоказы. В этом году школа отмечает 148-й день рождения. За это время она прошла интересный путь. Если в первые годы в ней учились не более 50 детей, то сегодня каждый день ее порог переступает 190 учеников. Среди них не только местные жители. Из-за семейной атмосферы в эту школу родители везут своих детей со всех уголков округа. Александр Колганов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. 5 октября в России отмечают День учителя. Праздник, основанный еще в советское время, призван отметить особую роль представителей этой профессии в жизни каждого из нас. Равно как и для педагогов немаловажно знать и отслеживать судьбы учеников после школы, ведь сердце помнит каждого. Такие учителя идут со своими воспитанниками незримо всю жизнь. Родилась в Люберцах, выросла в Люберцах и прожила здесь всю жизнь. Людмила Маклакова – одна из тех, кто не любит кардинальных перемен, а для смены обстановки предпочитает лишь туристические поездки. По такому же принципу выбирала себе профессию. Устроилась работать в школу, в которой сама училась. Как хорошо, когда человек живет на своей малой родине. Все знакомо, все родные. Коренные люберчане ценят это. Ценят место, где они трудились, где они отдавали своему городу и своей работе всю душу. В первой школе, а ныне гимназии, Людмила Маклакова проработала 52 года. Преподавала русский язык и литературу. За это время она лишь однажды была классным руководителем. Зато связь со своими учениками поддерживает до сих пор. В 67-м году они закончили 10 классов. И вот с того 67-го года мы продолжаем с ними встречаться. В этом году им исполнилось 70 лет. И мы хотели отметить 70-летие всем классам. Но, конечно, не всем. Было 37 человек. 16 человек, мальчишки, ушли в мир иной. Два человека за границей. Три человека как-то потеряли с ними связь. Но всё-таки, в основном, мы встречаемся. Учитель по призванию поддерживает связи с коллегами. Очередная встреча прошла, как всегда, накануне профессионального праздника. У нас же традиция, к нам в гости вы приходите, в управление образованием. Но жизнь меняет некоторые моменты, да? Но, тем не менее, мы не расстаёмся. В качестве подарка Людмиле Васильевне вручили книгу «Горжусь тобой край Люберецкий». Для человека, настолько любящего свою родину, лучшего презента не придумаешь. Спасибо. Это очень дорогой подарок. Да, да, да. Очень дорогой подарок. Луиза Игазарян, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Впервые с весны прошла торжественная церемония вручения первых паспортов гражданам России. Своё первое удостоверение личности 14-летние люберчане получали в музейно-выставочном комплексе. Сегодня вы получаете основной свой документ, без которого дальше по жизни идти невозможно. Нельзя будет поступить в институт, нельзя будет оформить загранпаспорт, нельзя будет получить какие-то социальные льготы, пособия и всё остальное. Поэтому ещё раз, ребята, с праздником вас, всего самого доброго, новых побед и удачи. В праздничной обстановке паспорта получили 8 юных жителей округа. Ещё на этапе подачи документов они воспользовались своим правом и заявили о желании участвовать в торжественной церемонии вручения первого паспорта. В округе прошла военная спартакиада, посвящённая 75-летию Великой Победы. Юные армейцы испытали себя на полосе препятствий и огневых рубежах. Для отряда «Барс-1» это первые военно-спортивные соревнования. Год назад ребята вступили в ряды юноармии. На спартакиаде, посвящённой 75-летию Победы, кроме проверки физической подготовки, юные армейцы демонстрировали оказание первой помощи и соревновались на огневых рубежах. Условия приближены к боевым. Нормативы жёсткие, штрафы строгие. Прошли всё за 18 минут. Для первого раза, я считаю, вполне устраивает. Мне всё понравилось. Самое обидное, что не получилось, что это в медицине одна маленькая ошибка, которая привела к штрафному баллу. В остальном, ну, я доволен. Мне нравится движение юной армии. Она подготавливает к взрослой жизни, к службе в армии, воспитывает в людях командный дух, сплочённость. Протестировать армейскую подготовку собрались семь команд из разных уголков округа. Все спортсмены – ученики 9-х, 10-х и 11-х классов. Среди желающих не только парни. Обязательное условие для участия – наличие в отряде минимум одной девушки. Вы знаете, мы очень давно занимаемся этим, более 10 лет. И в последнее время это стало очень популярно. Ребята хотят, ребята, что самое главное, здесь именно та аудитория, которая хочет. Здесь нет никого, кого пригнали специально. Соревнования и подготовка к сборам проходили на базе 41-й гимназии. В течение двух недель перед спартакиадой ребята осваивали теорию и практику армейского ремесла. Учились метать гранаты, собирать-разбирать автомат Калашникова и оказывать первую медицинскую помощь. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Люберецкий профсоюз работников ЖКХ возобновил давнюю традицию. Впервые за последние 10 лет организация провела спортивный турнир среди сотрудников. За товарищеским матчем по настольному теннису наблюдала наша съемочная группа. Несмотря на то, что спортсмены выступают в личном зачете, они отстаивают честь большой команды. Побороться за звание первой ракетки округа собрались сотрудники трех организаций. Люберецкой теплосети, Люберецкого водоканала и ЛГЖТ. Сегодня за долгие годы при поддержке Московского областного комитета профсоюза наша Люберецкая организация решила провести турнир по настольному теннису. Здесь участвуют коллективы жилищно-коммунальной сферы. Все они ответственны за благосостояние наших жителей, их комфортное нахождение дома. Если наши коллективы будут дружить, если они будут работать сообща, а делаем мы одно общее дело, то это только на пользу нашим жителям. Люберецкий городской жилищный трест представляет три игрока. Руслан Харламов, Виктор Елисеев и Зилдан Азизов. Но это право досталось им не просто так. Они успешно прошли отборочный этап среди сотрудников своей компании. Самое главное – это коллективный дух, когда ты чувствуешь, что ты играешь в составе команды, это раз, и когда ты играешь с своими коллегами, с которыми ты сталкиваешься постоянно в процессе работы. Постараемся занять призовые места, победить. Победители товарищеского матча получат кубки, а также право отстаивать честь городского округа Люберца и своего предприятия на областном уровне. В Люберцах работает и активно развивается музей психологии. Это уникальное место отмечает свое пятилетие. Двери музея всегда открыты для любителей науки о душе. В камерной обстановке основательницу музея Ольгу Хлебодарову поздравили коллеги, ученые, единомышленники. По словам автора, это место создавалось более 10 лет. На стенах портреты психологов, основоположников классических направлений науки, в арсенале выставки различные инсталляции и редкие экспонаты. У нас есть книга Аполя «Амур и Психея» 1904 года. Мы сейчас собираем большую библиотеку известных ученых Сеченова, Павлова. Прежде всего, задача, помимо рассказать о науке психологии, каждого посетителя повернуть к себе, к своему внутреннему миру, потому что, зная себя, я знаю окружающих. Никак не получается это делать наоборот. Байкеры закрыли мотосезон. В этом году на мотофестиваль в Малаховку приехали более 200 любителей прокатиться с ветерком из Люберецкого, Раменского округов и Жуковского. На фестивале побывала наша съемочная группа. К реву моторов жители Малаховки привыкли. Уже не первый год сюда, на закрытие мотосезона, приезжают байкеры. В их числе Анна Галаган. За рулем шамана, так девушка называет свой байк, мотоциклистка уже три года. Сначала было страшно, сейчас привыкла. А к вниманию со стороны мужчин водителей привыкнуть не успела. Ведут они себя по-разному. В основном лояльно пропускают. Плохих таких моментов меньше. Мало, очень мало. Мой рыжий хвост видит. Но хвост именно для этого, чтобы было понятно, что девушка за рулем. У Юрия Савченко любовь к мотоциклам с юности. Тогда он ездил на Яве. Пару лет назад купил вот этот байк. Говорит, мотоцикл – дорогое удовольствие. Стоит, как хорошая иномарка. Особенно, если учесть, что пять месяцев в году на нем не поездишь. Холодно и опасно. Он накрытый чехлом. Ну, просто смотришь, как потеплево, руки чешутся. Это же вещь. Это душа. Павел Курепин приехал на уникальном мотоцикле. Выпущен он в 1956 году. Стилизован подвоенный. Образца 43-го года. На его восстановление Павел потратил не один месяц. Сейчас все равно есть все запчасти, все схемы, все электросхемы, как восстанавливать. Как-то все происходит. Есть много видео, инструкции. Мотосезон 2020, по словам организаторов фестиваля, получился скомканным. Многие отменили путешествие по стране. Но для любителей мотоциклов всегда открыты двери клуба «Свобода двух колес». У нас есть своя мотошкола нашего клуба, где мы учим, опять же, ребят, девчонок, новичков. Ну, первая цель – это, конечно, философия езды. Философия езды. Конечно, если кто-то стоит вдоль трассы, нужно остановиться, спросить, может, тебе нужна помощь. То есть, корректное поведение. Ну, и, естественно, дружба. То, что нас здесь и объединяет сегодня. И в конечном результате, как я всем ребятам молодым рассказываю, ездить нужно не быстро, ездить нужно долго, до старости. На осенний фестиваль смогли приехать не все участники. Но главное, уверены в мотоклубе, не количество, а общение и дружба байкеров разных возрастов. Александр Колганов, Григорий Варванин и Сергей Гвоздев. Телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Помните еще больше подробностей на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго.